Здравствуйте, коллеги! Да, новость действительно шокировала учеников образовательного учреждения и их родителей, но подробностей пока немного. Так, со слов учеников, причиной трагедии мог стать видеоролик. Ученики пролили на парту корректор и снимали видео о том, как оттирают это средство. Затем этот ролик выложили в социальную сеть. Точно известно, что погибшая девочка его не выкладывала, но она могла его снимать. Возможно, именно поэтому девочку и ее маму вызвали на разговор с Завучем, и вечером того же дня девочки не стало. А вот эта история, что она вызывала ее маму и все в слезах вышли. Нет, это неправда. Там не ругали, ее просто допросили. А мама, получается, расплакалась, что много стала проводить в телефоне время. В социальных сетях звучала версия, что причиной трагедии могла стать передозировка лекарств. Другая точка зрения, что девочке и действительно стало плохо. Так, есть голосовое сообщение девочки-маме. В нем она жалуется на резкое ухудшение зрения и в целом плохое самочувствие. Эта новость, особенно за выходные дни, стала главной новостью Алтайского края. Сегодня в Рубцовске работала уполномоченная по правам ребенка Ольга Казанцева. Она встретилась с родителями учеников образовательного учреждения, поговорила с ними об атмосфере внутри лицея и рассказала о том, что возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Подробности в завтрашнем эфире. Продолжение следует...